здравствуйте дорогие друзья рада приветствовать вас на нашем канале меня зовут ангелина фамилия моя строева я ветеринарный врач компании protect fit не забываем подписываться на наш канал ведь у нас интересно каждую неделю выходят актуальные ролики про животноводство сегодня мы находимся в хозяйстве где держат остфрийскую породу овец она славится тем что развивают и и используют ее используют ее в трех направлениях это молочное мясное и шерстяное пошли восточно-фрийская порода овец происходит из небольшой голландской провинции она известна во всем мире благодаря молочной продуктивности ее представители нередко используют для улучшения других пород с целью повышения молочности и плодовитости самок лечительная черта этих животных тонкий длинный хвост лишенные шерсти овцы породы восточно-фрийская завоевали популярность среди животноводов благодаря высокой молочной продуктивности в некоторых европейских странах их содержит исключительно с целью получения молока тем не менее эти животные могут использоваться в трех направлениях в мясном в молочном и шерстном а животные отличаются рослостью хорошо развитым костяком и мышечным корсетом масса взрослого самца варьируется в пределах 90 120 килограмм овцематки мельче гораздо их вес составляет 70 но также бывают дамы которые достигают 100 килограмм восточно-фрийские овцы обладают добрым нравом это послушные и кроткие животные имеют ряд особенностей которые выгодно выделяют эту породу среди других ее достоинств используется сразу в трех направлениях продуктивности отличается самым высокими удоями плодовитость овцематок превышает 220 процентов животные ска распелые их случают в возрасте 11 месяцев интенсивный суточный прирост мышечной массы у ягнят очень хороший овцы этой породы они вообще многоплодные очень редкий случай когда рождается один вот такой вот поросеночек в основном это двойни и тройни молока способна дать за лактацию такая овца от 400 до 600 литров за лактацию очень хорошее качество молока на мама не переживай очень хорошее качество молока у этих животных жирность до 7 процентов а белковость до 5 процентов варят обалденно вкусный сыр владельцы значит вот это небольшое овечьей фермы имеют свою небольшую сыроварню и как говорится по спрос порождает предложения и встал вопрос значит о таких эксклюзивных сырах как овечье и они решили год назад завести уже два года назад завести овец именно чтобы для сыроварения и выбор породы лег именно на эту породу ост фрискую за счет их хорошего качества молока и высокой продуктивности вот люди развиваются сейчас покамись это вот новорожденные ягнята их примерно 10 дней держат под мамками а потом выводят на общее доение а ребятишек переводят на соски и где-то ближе к месяцу переводят их уже на коровье молоко они тут не экспериментируют за цемом переводят на коровье молоко с добавлением бомбина там милкспарков всяких вкусняшек вот такой вот аппарат используют для доения овец он на два бидона на две овечки ну сейчас этот аппарат еще не запускали последний раз вот до до запуска значит животные доились и ну видимо не нужно было вот оставили сейчас приведут его в порядок 10 дней исполняется они ребятишек забирают и переводят их на аппаратную дойку а затем переводят уже малышей на коровье молоко вот такой аппарат используют в хозяйстве замечательный аппарат абсолютно проблем с ним никаких нету выдаивает полностью вот здесь стоят такие пульсаторы которые помогают имитировать ручную дойку ну вот дорогие друзья такой получился у вас у нас небольшой обзор по породе овец ост фризов может быть кто-то отдаст предпочтение этой замечательной породе а то сейчас у нас новомодные то в основном дорперы ну со счетов скидывать не надо вот этих замечательных животных это и мясо и молоко и шерсть рада была встрече на нашем канале меня зовут ангелина подписываемся до новых встреч